В эфире Вестюдмуртия, в студии Дмитрий Рублёв. Добрый вечер. И в начале по традиции, как обычно, коротко о главном. Аварийная посадка в Домодедово. 100 пассажирам ижевского самолёта сегодня пришлось изрядно понервничать. В чём причина небесного происшествия? С увеличением транспорта в Ижевске увеличиваются пробки. Будет ли пересмотрен график движения на столичных магистралях? Сингапурский вирус охватил Удмуртию. Инфекцией заражены 130 учителей ижевских школ. И это хорошо. Забытый метод обучения на современный лаг в нашем материале. Жуткая история в Ижевске. В одном из городских дворов бродячая собака напала на детей. Школьники получили серьёзные травмы. Их увезли в больницу. И, как выяснили в Вести, эта история не единична. Татьяна Доморщева разбиралась, как произошло ЧП. Прямо на пороге этого дома бездомная собака набросилась на двух девочек. Они возвращались из школы домой. Татьяна Жижина видела происходящее из окна своей квартиры на шестом этаже. Ну, я сидела дома и услышала крик. Выглянула в окно. Сначала ничего не было видно. Потом увидела, как бежит девочка. Её догоняет собака. Собака вцепилась ей вот где-то в районе плеча. Лапами повалила на землю. Там видел я. Потому что с окна я увидел, как рвала собака этого ребёнка. Я сразу схватил палку, выбежал, чтобы выгнать. Других начал грызть. Девочек 10-12 лет увезла скорая. Одна из школьниц до сих пор в больнице. У неё открытый перелом. О происшествии весь день сегодня обсуждают обитатели многоэтажки. Оказывается, есть и другие пострадавшие. А раньше она была агрессивна? Ну да, получается, да. Получается, что у нас позавчера тоже мальчика здесь тронули тоже. Собака же мальчика тронула. Она, получается, как напрягнула. У мальчика, рассказывают очевидцы, огромный пёс буквально выдрал кусок мяса на руке. Сегодня в дом пришёл участковый. Жители обратились и в полицию. У консервки есть предположение, откуда взялся пёс и почему он бросается на детей. У нас тут у дома прикормленная собака. Её ребятишки подкармливают всегда. А тут у неё такие дела, сами знаете, собаки вокруг неё сейчас с таями ходят. И я думаю, что вот на этой почве, наверное, её покусали. Медики утверждают, от собачьих брачных игр пострадало не три ребёнка, больше. Вчера в районе 43-й школы города Ижевска было покусано неизвестной собакой пять детей. Все девочки в возрасте от 11 до 12 лет, всем им оказана помощь. С четверым амбулаторно одна девочка с открытым перелом предплечье лежит в детском травматологическом отделении. Не исключено, все дети пострадали от зубов одной и той же собаки. На карте видно, что дом 25 на Бумашевской и 43-й школы расположены не то что в одном районе, на одной улице. Сегодня утром люди видели, как приехала бригада по отлову бродячих животных. Пса, искусавшего за два дня, троих детей увезли. Но спокойнее от этого никому не стало. Рядом находится стройка, где бродячих животных прикармливают целыми стаями. В городском бюджете на отлов собак осталось совсем немного денег. На год было отпущено 4 миллиона. 3,5 уже потратили. Татьяна Домрачева, Алексей Борисов, Вести, Удмуртия. Еще одно происшествие. Сегодня в аэропорту Домодедово аварийную посадку совершил самолет Як-42. Он летел из Ижевска в Москву. На порту находились 94 пассажира и 7 членов экипажа. Как сообщает наш сайт удмтв.ру, рейс должен был приземлиться в 9 часов. Но по данным онлайн-табло прилетов, самолет сел на 23 минуты позже. Пострадавших нет. Генеральный директор Ижавия происшествия объяснил так. Нештатной ситуации на борту не было. Не загорелась одна из контрольных лампочек. Экипаж произвел посадку в обычном режиме. Но на всякий случай в Москву было отправлено резервное воздушное судно. Ижевчан опять атакует СМС-мошенники. При этом способ обмана старый. Жертве приходит сообщение о блокировке банковской карты. В полицию сегодня обратилась женщина. Она получила СМС с 11-значного номера. Пострадавшей предлагалось позвонить по указанному сообщению телефону, якобы специалисту банка, и разблокировать счет. Ижевчанка старательно выполнила все указания, а позже обнаружила, что с ее счета списано 11 300 рублей. Телефон банка после этого оказался недоступен. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако вернуть деньги в скором времени вряд ли удастся. Вычислить таких мошенников непросто. Гражданам же в МВД еще раз напоминают. Не звонить на незнакомые номера, никогда и никому не сообщать свой пин-код. А все вопросы с банками лучше решать лично. Измениться ли ижевские дороги? Не только центральные, но и так называемые внутренние. Водители, пытающиеся выехать с бумажа, все чаще стали простаивать в пробках на одной из ранее незагруженных улиц. Автомобилистов выслушала Екатерина Пушкарева. Ижевск возрастается. Число жителей и машинных районов постоянно увеличивается, а дороги остаются прежними, построенными десятилетия назад. И многие, ранее справлявшиеся с транспортной нагрузкой уличной развязки, сегодня превращаются в сплошную пробку, особенно в часы пик. Один из примеров улицы Холмогорова. Если выезжать со стороны троллейбусного парка на Удмуртскую, с утра приходится изрядно постоять в очереди. По правилам, проехать прямо по Холмогорову в сторону городка Металлургов нельзя. Пересечь перекресток водители могут в один ряд и только налево, в сторону улицы 10 лет октября. Во-первых, полоса одна, поворот налево. И создается большая очередь, потому что нужно пропускать встречную машину. И приходится как-то изворачиваться. Ну, иногда, раньше, когда не стояли эти камеры, можно было как-то вроде второй машиной пристроиться. А сейчас, не знаю, приходится иногда дворами где-то проскакивать, как-то так. Вот если бы ехать в два ряда, было бы и быстрее, и очередей удалось бы избежать, уверены водители. В ГИБДД подобную инициативу рассмотрели, но менять что-либо именно на этом перекрестке вряд ли будут. Объясню почему. Интенсивность потока, которая двигается у нас по улице Холмогорово со стороны улицы Пушкинской и выполняет левый поворот на улицу Удмурскую, в сторону Бумашевской, в сторону ГИБДД, он довольно интенсивный. А правая полоса, которая идет от автопарка, она отведена для движения общественного транспорта. Там соответствующие знаки установки. Поэтому, если ввести с данной правой полосы также поворот налево, то траектории транспортных средств будут пересекаться и будет происходить дорожный транспортное происшествие. Впрочем, изменения к лучшему. Ижевские дороги все же не минуют. Правда, коснется это в большей степени дорог центральных. В ближайшем будущем полосу встречного движения получит улица Карла Маркса. А в далеком свое продолжение до городка Металлургов обретет и 10 лет октября. Екатерина Пушкарева, Александр Карпов, Алексей Борисов. Вести Удмуртия. Цены на бензин в Удмуртии в очередной раз поползли вверх. Такой вывод сегодня сделали сотрудники Удмуртстата. За последнюю неделю увеличилось в цене дизельное топливо и 95-е. Бензин подорожал на 6 копеек. Теперь за него просят 32 рубля 42 копейки, а дизельное топливо на 18 копеек. 80-е и 92-е пока в цене не изменились. За литр каждого из них в среднем на ЗС просят 27 рублей 89 копеек и 29 рублей 15 копеек. Соответственно. Подчеркну, это средние цены по Удмуртии. Продолжаем выпуск. СМС со школьными оценками детей в скором времени начнут получать все родители. В 2015 году в России планируют запустить систему электронного оповещения мам и пап. Эта услуга станет частью проекта электронных учебников, классных журналов и электронного кабинета ученика. Похожий проект уже работает в Москве. На городском образовательном портале ведомства можно увидеть дневник ученика, расписание его занятий и список домашних заданий. В некоторых столичных школах родители уже получают СМСки с оценками своих детей. А Министерство образования Удмуртии сегодня реализует новый проект по программе «Навыки и компетенции 21 века». Учителя назвали его проще «Сингапурские», потому что этим методом сегодня поделились коллеги из Сингапура. Анжелика Ташмухамедова побывала на одном из тренингов и поняла, что новое – хорошо забытое старое. Вместо привычного урока, где все 45 минут говорит учитель, сингапурцы предлагают живую беседу-игру. В роли учеников как раз сейчас выступают ижевские преподаватели. Они разбиты по группам, идет коллективный разбор темы. И чем активнее и громче, тем лучше. Встают, садятся, машут руками, хлопают, смеются и постоянно гудят. Присмотреться к сингапурскому методу обучения поближе посоветовал Министерство образования Удмуртии российский Минобраз. Чиновники ведомства присмотрелись, и опыт азиатских коллег оказался действительно любопытным, прогрессивным, а главное адаптированным в учебных заведениях страны. Первопроходцем здесь стал соседний регион. В Татарстане четыре года назад сначала обучили этой системе директоров, потом методистов, затем учителей, причем и начинающих, и со стажем всего 33 тысячи человек. Суть методики проста. Знания должны быть не заученные и не ради оценок, а для того, чтобы они помогли школьнику в практической жизни. Трансформация самого поведения ученика. Он становится намного активнее, намного креативнее. Он берет на себя ответственность за самообучение и действительно начинает самообучаться. Что касается оценок, однозначно оценки становятся лучше, хотя это не наша самоцель, оценки становятся лучше только как минимум от того, что ученики хотят готовиться по тем заданиям, которые дает учитель. Право обучаться по сингапурской программе получили пока две из Жевских гимназий, 24-я и 56-я, и республиканский лицей в поселке Толмаз. Желающих среди педагогов было так много, что даже пришлось проводить отбор. В итоге за парты сели 130 человек. Учеба продлится 5 дней. Глаза учителей загорелись уже на первом занятии, рассказывает тренер Фиона Чуа. Что касается учителей, в первый раз, наверное, мы видим такую преданную профессию аудиторию. Они готовы работать, работать, работать. Они полны энтузиазма. И готовы впитывать опыт азиатских коллег, несмотря на свой стаж и заслуги в профессии. Вот Сингапур небольшая страна. И за последние 10-15 лет они добились такого успеха, отодвинув страны США, Англию, Японию. И воспитали таких ребятишек, которые могут конкурировать в мире. А ведь наша цель такая, чтобы наш ребенок, которого мы выпускаем из школы, был конкурентно способный. Хотя на самом деле это новая система, хорошо забытая наша, старая, рассказывает министр образования Удмуртии Андрей Кузнецов. Вот это не есть сингапурский опыт. Это есть старая, забытая наша система Выгодского, которая в 30-40-е годы в своих трудах научных обосновала эту систему. А мы, к сожалению, у себя в России, на родине, не смогли должного внимания ей уделить. Приживется этот метод в удмуртских школах сегодня, пока неизвестно. Ясно, но в январе этих учителей ждет квалификационный экзамен. Отличники станут проводниками, модераторами или тренерами этой системы в нашем регионе. Анжелика Ташмухамедова, Юрий Афанасьев, Вести, Удмуртия. Студент из Удмуртии проводит в космос олимпийский огонь. Свидетелем этого исторического события станет Андрей Мартенс. Такая честь ему оказана за победу на форуме молодежных талантов Привозского округа ИВЛГ-2013, где Андрей представил образовательный проект «Счастливый фермер». Всего таких ребят 16 со всех регионов Приволжья. Они лично привезут факел на космодром, откуда он отправится на орбиту. Сегодня молодые люди прибыли на Байконур, чтобы увидеть предстартовую подготовку и непосредственно старт Союза. По словам организаторов, программа у делегации насыщена. Это будет особенный запуск, об этом уже можно говорить. Он состоится 7 ноября. И именно на его борту будет обеспечена доставка олимпийского огня, соответственно, на Международную космическую станцию. Путь экипажа до МКС составит приблизительно 6 часов. А самая торжественная часть этапа эстафеты пройдет 9 ноября. Олег Котов и Сергей Рязанский впервые в истории вынесут факел в открытый космос. А жители Вавожского района сегодня могут поучаствовать в другом важном событии. Высказать свои идеи в оформлении памятника Кузибая Герду. Он скоро появится на малой родине культурного деятеля Вавожи. Первый макет монумента его авторы эксклюзивно представили вестям. Скульптор Дмитрий Постников вспоминает, идея воплотить образ Кузибая Герда заинтересовался еще в студенчестве. Такова была тема курсовой работы. Сегодня, по прошествии почти двух десятков лет, появилась реальная возможность это сделать. Ваять монумент решили из необычного материала. Вот полуторатонный камень, специально привезенный из Свердловской области. Основу этот вот камень, который мы как раз нашли, там будет ниша, где будет в этой нише уже камни, естественный природный камень красивого цвета, зеленоватого. Там уже будет бронзовый горельеф именно Кузибая Герда, который тоже мы планируем, если это все получится, затонировать химическими способами. Тоже вот такую подзеленоватую бронзу, чтобы это все смотрелось в едином комплексе. Еще авторы скульптуры планируют использовать полимерный бетон для других частей композиции. Эскиз пока предварительный, но памятник точно будет компактным, чуть больше метра. Высказать свое мнение могут все желающие. В ближайшее время мы этот макет, эту концепцию памятника покажем и расскажем перед населением нашего Бабужского района. Видение художников, скульпторов это одно, а требование и видение народа это совершенно другое. И поэтому мы как-то должны найти точки соприкосновения. И у нас в едином комплексе должно все получиться. От монумента должно веять уютом и домашним теплом, снова добавляют авторы, вспоминая об атмосфере Бабужского района. Поставить скульптурную композицию с архитектурным обрамлением, то есть газоном и скамейками, планируют напротив сельской библиотеки. Ориентировочно это произойдет в следующем году. Все-таки стоимость проекта немалая – 2 миллиона рублей. Антон Копылов, Татьяна Степанова, Сергей Иванов, Вести, Удмуртия. Еще одно сооружение, правда уже привычное и живчанам, появится на Центральной площади к 7 декабря. Сегодня городские власти объявили аукцион на монтаж деревянной горки к новогодним праздникам. Согласно документам, размещенным на госзакупках, горка обойдет столице в 1 миллион 81 тысяч рублей. Кто ее будет строить, узнаем совсем скоро, уже на следующей неделе. И последнее. Новогодние подарки готовят и волонтеры. Сегодня в Ижевске стартует благотворительная акция «Старость в радость». Сюрпризы будут предназначены для постояльцев домов престарелых. Сбор активисты объявили в интернете, где создали специальную группу. В прошлом году удалось собрать около 500 пакетов с подарками, которые получили подшефные пенсионеры из Ижевского дома престарелых и интерната в Сарапольском районе. В этом году почувствовать себя Дедом Морозом и Снегурочкой снова сможет любой желающий. Большая просьба приносить не просто вещи, которые не нужны, а купленные с душой, с любовью. Самые красивые полотенчики, самые нарядные халатики, красиво с душой упакованные, чтобы люди почувствовали не то, что для них собрались в миру, что кому не надо, а что о них подумали, позаботились. Пораду пожилых людей просто. Принести можно не только вещи. Ждут старики и сладости, и кроссворды. Но особо по душе им новогодние открытки с добрыми пожеланиями. Сбор подарков закончится в конце декабря.